Саламат Стармахрумед Тотандастар Здравствуйте, уважаемые соотечники Мы уже последние две недели активно сообщаем, что 25 сентября в пятницу в 19 часов состоится общенациональный митинг по всей стране Но мне продолжают поступать вопросы почему именно в пятницу ответ простой, потому что в субботу, воскресенье по решению режима Назарбаева вирус почему-то становится активным именно в эти дни, в субботу, воскресенье и вы знаете что практически не ходит общественный транспорт, поэтому мы выбрали день митинга в пятницу почему в 19 часов, потому что люди работают до 18 часов и нужно добраться до места проведения митинга поэтому, собственно поэтому время мы назначили 19 часов вечером еще достаточно светло это будет происходить в городах где есть освещение мы проводим митинги не где-то в степи ну и собственно пока будут идти шествия потому что везде митинги и шествия у наших граждан будет возможность сопроводить это освещение телефоном или фонариками и это будет яркое красочное зрелище более того мы обращаемся музыкантам ко всем тем кто может придать именно такой веселый характер этому митингу это мирный митинг он не агрессивный не военный в соответствии с конституцией в соответствии с международными договорами которые подписал Казахстан мы имеем возможность проводить митинги где угодно когда угодно для этого достаточно уведомить власти вот это собственно суть международных договоров поэтому мы эти митинги проводим в 19 часов в пятницу 25 сентября вот ну теперь стоит вопрос мы все понимаем что власть будет всячески препятствовать и это я отдельно откомментирую и в первую очередь будет препятствовать силами полиции и возможно частично национальной гвардии мы все понимаем что режиму остались считанные месяцы и вы видите что происходит в Беларуси буквально начиная с середины июня в Минске сначала вышло на акции протеста 1600 человек и буквально через два месяца белорусы стали выводить на улицы десятки тысяч ну во всяком случае 9 августа было около 300 тысяч человек на улицах как Минска так и всей Беларуси и хочу отметить что белорусов всего 9 с половиной миллионов а граждан Казахстана почти 19 миллионов то есть у нас население двукратно превышает численность населения Беларуси соответственно вы можете экстаполировать если в Беларуси вышло 9 августа почти 300 тысяч человек это они достигли за два месяца то в Казахстане должно выйти минимум полмиллиона если в Казахстане предыдущие два года шли активные митинги а в Беларуси их не было вы понимаете что мы можем повторить то что происходит в Беларуси более того нам не будет необходимости они уже полтора месяца ходят по улицам со флагами и знаменами организуют забастовки и не могут еще сделать последний шаг это просто принять зайти и занять дворец Лукашенко чтобы поставить точку в периоду управления диктатора Лукашенко у нас в этом смысле организованность выше у нас есть ячейки у нас есть ядро во всех городах у нас есть лидеры и я могу сказать что в крупных городах количество лидеров исчисляется десятками и сотнями потому что мы перешли на другой принцип работы ячейки они скрытые и поэтому режим не может большинство из таких лиц идентифицировать и так сейчас тенденция такова что все диктатские режимы во всем мире падают и очевидно что мы скоро будем свидетелем падения режима Лукашенко и очевидно что это должны сделать и мы наши люди часто не верят в свои силы на самом деле я скажу так у нас возможности больше чем у белорусов в нашей стране есть значительные ресурсы которых нет у белорусов как хвастается Назарбаев в резервах страны порядка 90 миллиардов долларов США у нас мы входим в десятку крупнейших экспортеров нефти первые в мире по урану и так далее поэтому наши возможности возможности нашей страны именно экономические и политические в том числе не сопоставимы собственно с белорусами поэтому уважаемые друзья мы сейчас будем не просто свидетелями мы будем фактически и участниками и организаторами падения воровского режима Назарбаева но мы видим что в Белоруссии силовые структуры активно помогают Лукашенко они задерживают людей первые недели протеста были избиения где-то были убийства и стоит вопрос как добиться смены режима действительно мирно как добиться так чтобы потери были минимальны или их вообще не было и здесь ответ лежит на поверхности кто дает возможность Назарбаеву проводить репрессии кто позволяет Назарбаеву 30 лет находиться у власти подделывая конституцию нарушая закон кто позволяет и помогает Нурсултану Назарбаеву пытать людей сажать их в тюрьмы это полиция национальная гвардия одним словом силовые структуры и очевидно что как только силовые структуры перейдут на сторону народа режим пойдет немедленно значит мы должны думать в этом направлении я сегодня хотел бы изложить ту часть программы которая является нашим обязательством обязательством движения демократический выбор Казахстана который мы исполним как только добьемся смены режима Нурсултана Назарбаева у нас есть много программ когда мы гарантируем бесплатное государственное образование бесплатные государственные медицинские услуги и очень много различных скажем выплат пособий и так далее которые организует правительство демократического выбора Казахстана и в том числе списание потребительских кредитов ипотечных займов на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге и так далее то есть программ у нас множество то что я сейчас озвучиваю это как раз дополнительная программа к тем кто который я озвучивал ранее и так ну раз мысль у нас двигается в направлении что нам нужно демотивировать добиться чтобы силовые структуры перешли на сторону народа демотивировать их желание защищать этот режим значит мы должны предложить такой пакет который фактически обязательно должен дать эффект именно чтобы силовые структуры не просто задумались задумались над тем что они не работают на народ не выполняют присягу потому что присяге они клянутся верности народу и служить народу а на деле мы видим что эти силовые структуры только помогают удерживать власть криминальному мафиозному режиму Нурсултана Назарбаева то есть полностью противоречие собственно самим законам и клятве мы должны добиться чтобы силовые структуры действительно работали на народ что мы должны для этого сделать как добиться чтобы сопротивление режима быстро было сломлено значит нам нужно добиться чтобы силовые структуры перешли на сторону народа вы знаете о программах демократического выбора Казахстана объявленных в поддержку именно силовых структур это и полиции и военных всех тех кто мы называем их называем силовыми структурами я хочу коротко напомнить что если сейчас рядовые получают полицейские военные порядка около 100 тысяч тенге то при правительстве демократического выбора Казахстана минимальная заработная плата будет 1000 долларов это порядка свыше 400 тысяч тенге то есть заработная плата рядового сотрудника будет увеличена в 4 раза у лейтенанта будет заработная плата 2000 долларов сейчас лейтенанта получает порядка 150 тысяч тенге то есть 2000 долларов это порядка около 900 тысяч тенге как вы понимаете это в шесть раз заработной плата при правительстве двк будет выше у лейтенантов ну а старший офицерский состав будет иметь зарплату от 3 до 5 тысяч долларов но это только первая часть пакета которые мной были озвучены я говорил что на период государственной службы в силовых структурах как в армии так и в полиции или национальной гвардии сотрудники получат служебную квартиру на период службы без какой-либо оплаты если сотрудники этих силовых служб нуждаются именно хотят участвовать покупки квартир то они могут участвовать ипотечных программах без предварительного взноса просто обслуживать кредит по ставке 5 процент годовых тенге это что касается жилья ну и различные социальные выплаты гарантии случае потери кормильца страхование и все прочее это огромный пакет я уже озвучил и так представители силовых структур вы можете делать выбор где вам будет лучше или вы участвуете коррупционных схемах участвуйте в преступлениях и по сути в любой момент вас могут сдать подставить и так далее или выбираете другое будущее ну и собственно к этому я хотел бы добавить еще 25 сентября 19 часов состоятся митинги по всей стране мы шаг за шагом собственно как и белорусы будем добиваться чтобы количество протестующих было значительным чтобы тысячи и тысячи выходили на улице как только мы достигнем численности протестующих около пяти процентов в алмате это значит 100 тысяч в астане порядка 50 тысяч 50 тысяч других областных центрах 10-15 тысяч протестующих смена режима будет неизбежны и не будет как беларусь когда протестующих ходят колоннами и не решается на последний шаг у нас ситуация я считаю другая мы организационно более подготовлены мы знаем что ждет нашу страну что мы хотим построить парламентскую республику мы знаем что акимы будут избираться народом одним словом вся власть будет под контролем народу по отличие от белорусов у нас ясная программа развития нашей страны и поэтому здесь каждый гражданин может сделать выбор или остаться в этой системе коррупционной бандитской или построить цивилизованное общество собственно как во всех ведущих странах соединенных штатах америки и европы это каждый может сделать свой выбор но связи с тем что мы планируем добиться успеха максимально быстро как я говорил наша задача буквально в два-три месяца вывести десятки тысяч людей на митинги и безболезненно добиться смены режима здесь конечно с нашей страны нужны дополнительные экстренные меры какие мы разговаривали со многими ячейками которые сейчас представляют собой ту активную часть общества которые не просто хотят перемен не просто ждут перемен они эти перемены приближают своими активными действиями участие в митингах организации сопротивления и так общаясь с этим ячейками мы выработали следующие позицию тем полицейским и военным которыми сейчас прикрывается режим мы предлагаем дополнительный пакет материальные стимулирования страховки от тех рисков которые безусловно есть а именно какие мы предлагаем на митингах они у нас с 25 сентября будут проходить регуа регулярно с небольшим разрыв разрывом по времени мы предлагаем открыто и публично перейти на сторону народа именно на сторону митингующих прямо в своей форме форме работника полиции форме работника национальной гвардии форме представителя внутренних солдат или офицеров внутренних войск неважно представители силовых структур в случае если они открыты и публично переходят на сторону народа а именно сторону митингующих мы это фиксируем фотографии фотографируем и как только произойдет смена режима нурсултана назарбаева правительство демократического выбора казахстана обязуется каждому такому представителю силовых структур выплатить по 50 тысяч долларов каждому по 50 тысяч долларов давайте мы поймем что это значит как я говорил в алмате и в астане представить силовых структур большей степени полицейских по три тысячи человек максимум в регионах в чемкент например тысячи полицейских вахтау 700 то есть вы понимаете что именно в областных центрах где мы организовываем митинги не более тысячи полицейских в областных центрах в регионе где-то полторы тысячи эти реальные цифры которые я вам озвучивай так то есть объективно достаточно чтобы в столице астане в алмате и шимкенте ряде крупных городов чтобы часть полицейских перешли на сторону народа допустим это 10 тысяч человек в реальности столько не будет в реальности будет 5-6 тысяч это максимум этого достаточно чтобы режим назарбаева пал просто так потому что некому его будет защищать и так 10 тысяч человек допустим даже будет столько официальный открытый перешедчик на сторону народа умножаем на 50 тысяч долларов всего получается 500 миллионов долларов сша которых в стране достаточно как я говорил ежегодно но султан назарбаев со своим окружением крадет минимум 30 миллиардов долларов то есть каждый месяц нашей страны помимо бюджетных средств сверх бюджета республиканского бюджета республиканский бюджет менее 30 миллиардов долларов они сверх этого еще крадут 30 миллиардов минимум два с половиной миллиарда долларов в месяц у страны крадутся деньги минимум то есть чем больше этот режим находится у власти тем больше денег крадется у граждан страны то есть очевидно что чем быстрее мы добьемся отстранения от власти этого режима тем больше средств попадет нашим гражданам ну и вот если 10 тысяч полицейских перейдут на сторону народа цена вопроса всего лишь 500 миллионов долларов и мы эти деньги просто находим из средств которые ежемесячно крадутся у страны в размере два с половиной миллиард долларов что еще мы получаем мы во первых добиваемся что никто не попадает в тюрьму никто не попадает под штрафы никого не убивают не создают никому никаких проблем то есть мы не будем месяцами ходить на улицах выходить на митинги голодать устраивать ну масса всяких разных акций когда цена вопроса всего лишь такая 500 миллион долларов видите все очень просто я знаю что вот сегодня ко мне в инстаграм на фейсбуке люди писали как же так этим гадам мусорам как они говорят про полицейских еще и 50 тысяч долларов но уважаем друзья хорошо давайте ничего им не платить что тогда будет значит этот режим будет пользоваться поддержкой этих полицейских и вопрос смены режима будет еще определенное время может полгода может год может два года и тогда за эти два года режим украдет 60 миллиардов долларов более того вы будете также продолжать жить нищенской жизни многие из вас просто попадут тюрьме кого-то оштрафует то есть масса проблем очевидно же что нам лучше кардинально этот вопрос решить дать возможность чтобы представители силовых структур задумались сначала а затем перешли на сторону народа и здесь считаться что они такие нехорошие как же так можно платить ну хорошо вы еще два года будете сидеть и ждать когда на улице страны выйдут сотни тысяч человек поэтому мы должны обезоружить режим мы должны внести раскол мы должны психологически добиться чтобы режим был напуган сломлен а это можно добиться только тогда когда их силовики полицейские и военные в любой момент будут готовы перейти на сторону народа и тогда мы без каких-либо жертв добьемся слома этого воровского преступного режима я хочу сказать что то что я сейчас озвучиваю они беспрецедентные в мире мире ни в одной стране никто из политических партий организаций которые организовывают сопротивление против диктаторских режимов такие предложения не делали не делали они почему потому что ну примеру возьмем кыргызстан это бедная страна у них нет никаких резервов нет таких ресурсов возьмем беларусь чтобы вы не говорили обманутой пропагандой это бедная страна доход на душу населения минимум полтора раза в месяц чем у граждан казахстана и у беларуси нет резервов только за один месяц забастовок этой борьбы национальный банк беларуси потерял 15 процентов своих резервов и зачастую они заемные те резервы у нас не так у нас резервы это собственные средства страны которые регулярно расхищается на султана назарбаевым помимо 30 миллиардов долларов в год который крадет эта верхушка еще минимум 10 миллиардов крадется из национального фонда денег все граждан то есть что вы понимали год нахождения у власти на султана назарбаева это прямые убытки минимум 40 миллиардов долларов раз и самое главное более страшное он 30 лет у власти этот режим отбросил развитие нашей страны назад мы потеряли образование здравоохранение многие из вас просто сожгли свою жизнь попусту это невозможно измерить никакими деньгами и мы это можем прекратить сломив сопротивление политической верхушкой тем что силовые структуры перейдут на сторону народа еще я хотел бы озвучить то что ранее говорил это о пакете требования и предложения для силовиков когда мы говорили что достаточно арестовать но султана назарбаева хасанжимар токаева карима массимова и сама тарише и мы за это каждому участнику те кто участвовал в аресте этих людей выплатим по 1 миллион долларов и квартира в размере площади 200 квадратных метров по выбору в алмате или в астане так вот мне писали комментарий как же так всего лишь миллион всего лишь одна квартира плюсом это мало за эти годов нужно заплатить больше друзья чтобы произвести арест но султана назарбаева и этой вот известной четверки нужно чтобы объединилась группа приблизительно 300-500 человек эти 300 500 человек значит каждый получит по миллиону плюс по квартире это приблизительно 300 500 квартир плюс по каждому по миллиону но арестовывать то надо четверых соответственно если группа силовиков объединится то по сути дела каждый получит не по миллиону а 4 миллиона и 4 квартиры это значительной суммой и ориентировочно на это придется потратить миллиард но что такое миллиард когда в год эта политическая верхушка крадет помимо 40 миллиардов наше будущее будущие все граждане будущее нашей страны но украла ваше время против а нас нищих людей не имеющих достойной жизни что такое эти деньги по сравнению с теми что делает политическая верхушка первую очередь на устану назарбаев это вообще ничего это фактически месяц того что казахстан воспроизводит и очевидно что по экономическим соображениям по соображениям социальным любым по соображениям нашего будущей будущей нашей страны потому что страна все время находит состояние поглощение угрозы крупных соседей просто нас растащить и поглотить мы должны состояться как сильные независимые государства для этого должна стать реальная демократическая страна и все украденные средства должны прийти в бюджет страны и тогда наши граждане заживут достойной жизни и так что мы предлагаем силовикам первое это реформы социальные которых я озвучил это заработные платы квартиры и так далее это один блок второй блок это 50 тысяч долларов силовикам если они буквально с пятницы открыто переходят на сторону народа деморализует остальных силовиков стараются на становится национальными героями и третье это пакет предложений для тех военизированных групп представляющие министерства обороны министерства внутренних дел службы охраны президент и так далее которые могут между собой договориться организоваться и арестовать эту верхушку передав власть временному гражданскому правительству вот то что мы предлагаем силовикам кто-то мне сейчас может сказать что как же так а как же быть с другими гражданами уважаемые друзья вам напоминаю что у демократической выбора казахстана существует множество программ который затрагивает все слои нашего общества и учителей и врачей и бизнесменов и пенсионеров абсолютно все слои нашего населения затронуты программы демократической выбора казахстана и эта программа дополнительная поэтому представителям силовым служб надо задуматься и решить мы вам даем шанс все равно ближайшие максимум 6-7 месяцев этот режим падет максимум мы будем добиваться чтобы режим был отстранен от власти до конца этого года и тогда многие из вас потеряет работу многие из вас просто будут работать как обычные граждане искать работу наверное вы все уже привыкли у вас профессии силовиков там вы не будете работать но сейчас мы вам даем шанс мы вам даем шанс сохранить свои позиции кто-то сделать карьеру получит возможность единовременно заработать 50 тысяч долларов да сейчас если вы сделаете первые шаги наверное у вас будут какие-то проблемы вас уволят и так далее но вы станете во первых национальным героем во вторых очень скоро ближайшие несколько месяцев при поддержке тех кто перейдет на сторону народа они обязательно перейдут мы добьемся смены этого политического строя и вы тогда можете занять ключевые позиции силовых структурах нашей страны поэтому выбор за вами друзья 25 сентября в 19 часов мы организовываем митинги по всей стране я призываю представитель силовых структур демонстративно перейти на сторону народа именно на митингах нам не нужны ваши тихие увольнения это нам ничего не даст демонстративный переход на сторону народа демонстративный переход на митингах в сторону митингующих ваши заявления в кратчайшие сроки сломают этот режим алга казахстан